Всем большой привет! Сегодня мы приготовим оригинальный муссовый торт. На этот раз он будет двухъярусный. Вы очень давно это просили. Я в каждом видео говорю, что давно просили. Ну, в общем, да, это будет актуальное видео для многих из вас. Мы были в Пскове, и там мы готовили торт. В этом видео мы не будем вам показывать, как его приготовить. Мы оставим ссылку. Посмотрите на другом канале его. Но мы его сделали оригинально. То есть, основу мы оставили от того торта, который мы уже пекли, Черный лес. Но мы его сейчас замусим, покроем глиссажью. Потом приготовим шоколадный мусс, вишневое компоте. И это будет у нас второй этаж. Второй этаж у нас будет кит-мэджи-дель-темпо. Вот такая вот телекамартовская форма. И мы ее завелюрим. И начинаем мы приготовление торта с вишневого компоте. У нас на канале уже есть приготовление вишневого компоте, но мы еще раз его повторим. Для этого пюре вишни нужно налить нам в сотейник. У меня уже готовое пюре, покупное. И оно содержит сахар. Я уже говорила об этом в предыдущем видео, поэтому сахара я не добавляю. Но в описании я вам напишу, сколько сахара у вас должно идти, если вы используете пюре обычное. Значит, у меня здесь пюре. На этом этапе, если вы используете сахар, должны засыпать сахар и кукурузный крахмал. Картофельный я не использую, потому что у него есть небольшой такой запах. У кукурузного такого запаха нет. И нам нужно довести пюре до кипения. Как только закипает, сразу убираем. Наше пюре закипело. И сейчас я добавляю сюда набухший и отжатый желатин. Лишнюю воду всю нужно стряхнуть. Прямо вот ладошкой не бойтесь, сильно нажимайте и стряхивайте. Снимаем? Да ушла. Ушла-пришла. Бывает в плане. Как я уже говорила, мы будем готовить вот такой вот формис от телекомар. У него в комплекте три фигнюшки. В общем, сама силиконовая форма, вот такая корона и вот такое вот штукинце. Я ее обтянула фольгой, обтяните ее пищевой пленкой. Просто у меня сейчас не оказалось ее, я обтянула фольгой, но лучше, конечно, пищевой пленкой. И наливаю я сюда. Только наливайте с первого раза правильно вот в это пространство, а то я только что, видите, вот сюда залила. Все, и ставим это в морозилку. Нам нужно, чтобы наше компоте полностью заморозилось. А сейчас мы начинаем делать шоколадный мусс. И учтите один момент. Вы должны его начинать делать тогда, когда вы уже уверены, что компоте вишневое у вас уже замерзло. Иначе мусс будет готов с желатином, начнет уже схватываться, а у вас компоте еще не готово. Паника. В общем, у меня здесь яйца. Мы взбиваем яйца и засыпаем сюда сахарную пудру. И взбиваем все на высокой скорости, чтобы вот так вот масло увеличилось в объеме. У меня здесь растопленный темный шоколад. Я добавляю сюда желатин. Шоколад еще у меня тепленький, потому что я только его вытащила из микроволновой печи. И свой желатинчик так вот перемешиваю прям в шоколаде. И отправляем шоколад в яйца. И немедленно быстро начинаем взбивать. И теперь сюда мы добавляем взбитые сливки 33 или 35%. И все до однородности перемешиваем венчиком. Я достаю нашу вишневую компоте из морозилки. И на дно нашей формы мы заливаем мусс. И укладываю сюда нашу компоте. И отправляем торт в морозилку. Он должен хорошенько промерзнуть, как минимум 5-6 часов. Как я вам уже говорила, первый ярус у нас будет торт, который мы уже готовили. Поэтому ссылку на этот торт, на приготовление я вам оставлю. Я его поместила в форму диаметром на 2-3 см примерно больше, чем сам торт. Кольцо, значит, на дно я постелила в вольгу, потому что у меня нет пленки пищевой. Можете обмотать пищевой пленкой и обязательно борты покройте бортовой лентой. Это, наверное, мой единственный пункт, который я постоянно забываю делать. И потом мне приходится выкручиваться, нагревать... Здравствуйте! Окно открыто. Нагревать бортики для того, чтобы торт оттуда вытащить. В общем, не забывайте про бортовую ленту, чтобы края были идеально ровные. Мы используем точно тот же мусс, как мы и делали предыдущий наш верхний ярус. На этот раз я буду наливать его через кондитерский мешок. Ну вот и все. Наш торт готов. Мы убираем его в морозилку и встретимся с вами уже завтра, когда он полностью заморозится. Всем большой привет еще раз. Наступил следующий день, и наши торты заморозились. И сейчас нам их нужно достать отсюда. Очень часто нам поступает вопрос, как же вы достаете торты из ваших форм. Очень просто. Просто берем и достаем. Сейчас я вам это покажу. И да, если вы помните, второй слой у нас будет покрываться велюром. Сначала аккуратно нужно отгибать краешки, чтобы они ни в коем случае не зацепились и не потащили за собой куски мусса. Покрыть торт верюром у нас есть целое видео на канале. Ссылку я оставлю внизу. Наступаем. У нас после ремонта остались вот такие коробки, которые очень классно использовать для покрытия, чтобы не запачкать всю кухню. Собственно, мы ей и воспользуемся. Вы же видите это? Мне же не кажется, как это красиво. И помните, что велюр делают жиры растворимыми красками. Ссылку я оставлю внизу, посмотрите. Потому что очень многие спрашивают, можно ли обычными гелевыми сделать. Нет, потому что они у вас будут хлопьями идти, даже не растворяться в шоколаде. Ну все, поехали делать скорее первый слой. Первый этаж, не слой, а первый ярус. Ну а сейчас мы вытаскиваем наш торт из круглой железной формы. Это тоже сделать очень просто, если вы использовали бортовую ленту. У-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля И не думайте, что положить эту штуку На эту штуку мне удалось очень легко Как это выглядит Вот так вот это примерно выглядело Поэтому я верю вас У вас тоже это получится сделать Вот такой вот очень эффектный Яркий торт у нас получился Этот торт мы делали нашему другу Он мужчина Мне кажется, что для мужчины Несмотря на вот это вот а-ля улю Очень даже достойные, достойные цвета И такой брутальный вкус, мне кажется Вишня и шоколад Классное сочетание Все! Он, кстати, не легкий Мы вас целуем Мы вас обнимаем Спасибо, что смотрите наше видео Всем прекрасных дней Все, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok